Музыка Представлюсь, меня зовут Алина Элис, я автор иллюстратор детских книг из Великобритании. Я приезжаю, может быть, каждые полгода в Украину, стараюсь каждый раз рассказать вам чего-нибудь нового, потому что я знаю, что информации на наших просторах очень мало, особенно качественной информации, особенно информации, которая идет от профессионалов международного уровня, которые работают на рынке Европы, Америки, других стран. Кто из вас профессионально занимается иллюстрацией? Ну, есть руки. Кто занимается фотографией или интерьер-дизайном? Ну, тоже хватает. То есть, приблизительно, кто занимается графическим дизайном? Тоже, вот, графическим даже очень много. То есть, всем нам цвет так или иначе понадобится в нашей работе. Но цвет – это вообще очень объемная, сложная тема, и очень она неоднозначная. Есть очень много различных интерпретаций, разных цветовых кругов, колес и так далее. У каждого профессионала есть свои способы работы с цветом, нет однозначной информации. Но есть какие-то общие азы. Сегодня мы поговорим об общих правилах. Я постараюсь изложить информацию максимально доступно и максимально структурировано, чтобы у вас была вот как пошаговая программа, на что вам нужно обратить внимание. В первую очередь, во вторую или в третью? Информации, разумеется, очень много. Опять же, все, что вы будете видеть сегодня, относится к иллюстрации. Не обязательно к детской, но, в принципе, к иллюстрации. Но те же законы работают в любом другом дизайне, где вы используете цвет, начиная от дизайна костюма и заканчивая дизайна интерьера. Правила приблизительно одинаковые. Итак, зачем вообще на организационный момент записывать? В принципе, если хотите записывать очень схематично, информации будет очень много. Вы не сможете все запомнить. Можете фотографировать кадры, если хотите. Но всем присутствующим на лекции вживую, видео лекции будет доступно бесплатно, когда мы его выгрузим. Но оно будет выгружено не скоро, может, через несколько месяцев. Поэтому, если вам информация нужна быстрее, то, пожалуйста, фотографируйте, делайте метки на полях. Еще, если в процессе моего рассказа у вас появятся какие-то вопросы, я вас прошу их записывать, чтобы задать позже. Потому что, если вы сразу не запишите ваш вопрос, вы к концу лекции 100% его забудете. Информации много. Одна будет перекрывать другую. Поэтому, если что-то хотите спросить, записывайте, чтобы спросить в конце. Окей? Ну все, поехали. Итак, почему цвет важен? Мы как... Вот начиная с детского сада. Что для нас значит рисовать? Рисовать это значит достали все цветные карандаши, все краски, разложили перед собой. У нас есть листок белой бумаги. Ну, погнали. Как мы выбираем цвета? Как мы выбираем цвета, если мы ничего не знаем ни о цветовой гамме, ни о цветовых кругах, ни вообще, в принципе, о том, что такое цвет и как он работает? Мы видим зеленый и думаем, а, трава у нас зеленая. Нарисовали. А вот у меня девочка, у нее волосы будут, ну, пусть будут желтые. А платье, вот я увидела оранжевый цвет, ну, платье мы сейчас оранжевым. То есть это выбор цвета абсолютно бессознательный. В итоге у нас получается визуальная каша, которая не несет никакой смысловой нагрузки. Если мы не продумываем нашу палитру, если мы не продумываем значение цвета, если мы не продумываем композицию с точки зрения влияния цвета на наш глаз, и как наш глаз следует по композиции от одной точки фокуса к другой, то у нас получится рисунок вот четырехлетнего ребенка, даже если нам кажется, что мы умеем рисовать. Поэтому крайне важно относиться к цвету, ну, если не серьезно, то хотя бы обдуманно, хотя бы немножко задуматься о том, что вы хотите рассказать, какую историю, что вы хотите показать, что важно в вашем рисунке, что второстепенно, что должно привлечь внимание зрителя, в первую очередь, что во вторую. Все эти нюансы, на все эти нюансы воздействует цвет. Цвет это далеко не единственная важная функция в рисунке, как бы, это всего лишь одна из. Вы можете работать вообще без цвета. Композиция сама по себе, есть очень много разных инструментов работы композиции, где цвет вообще не играет никакой роли. Но с помощью цвета вы можете композицию улучшить, усовершенствовать. И это будет сделать гораздо проще, чем посредством каких-то других техник. Потому что если вы знаете базу, азы, то цвет очень простой способ показать важное, создать перспективу, даже если вы не умеете рисовать в перспективе. Это все можно сделать посредством цвета. Главное научиться с ним работать. Итак, если мы работаем над рисунком, я буду говорить о рисунке и о книге в целом, потому что детская иллюстрированная книга – это законченный продукт, целый продукт. Точно так же, как и отдельно взятый рисунок. Цвет должен работать системно, как в рисунке, так и во всей книге. Цвет определяет настроение рисунка книги. Мы все воспринимаем цвет ассоциативно, хотим мы этого или нет. Поэтому каждый цвет побуждает определенную реакцию, вызывает определенную реакцию и определенные ассоциации. Лучше их знать. Помогает понять смысл нарисованного. Само настроение рисунка очень часто зависит от цветовой гаммы, в которой он нарисован. Создать визуальную гармонию. О цветовых гармониях мы поговорим позже. Играет важную роль в композиции, создает иерархию форм. Мы это все тоже подробно обсудим. И цвет способен определить точку фокуса, подчеркнуть глубину, создать ритм и провести взгляд зрителя по рисунку или книге. Об этом все. Мы поговорим сегодня более подробно.